Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зыркал, а ложь правит миром. Дайте воле душе, слушайте, думайте, пишите. Приветствую всех зрителей, которые смотрят это видео. Приветствую всех старых и новых друзей канала. Особую благодарность от себя и от всех вас, тем, кто находит возможность и время, и оказывает финансовую поддержку в моей работе. Имена их легко вы найдете в описании под роликом. Там же есть ссылки, пройдя по которым вы можете оказать финансовую помощь. Раз приветствую всех новых зрителей. Хочу их всех предупредить, что насколько понять все, что тут вы услышите, очень и очень трудно. Я достаточно жестко ломаю все стереотипы вашего восприятия мира, в котором мы все сегодня находимся. Мир этот назван мною уже очень давно. Название у него очень простое. Мы все живем в цивилизации лжи. Есть базовый ролик, которым я подробно объясняю, почему мы живем в полном и стопроцентном мороке лжи. Когда все, что вы слышите вокруг вас, является только ложью. Когда вокруг вас все время существует поле огромное лжи и морока. Ложь начинается с самого верха, где не существующие виртуальные облачные сущности. Я подчеркиваю, с самого верха, где не существующие виртуальные облачные сущности проводят совещания, заседания, встречи, подписки, указы, распоряжения. Назначают и снимают всяких похожих на себя сущностей более мелкого ранга или просто одурманенных пока еще живых марионеток. Они их назначают то президентами избирают, то министрами, то руководителями парламентов, то руководителями как-то международных организаций, давно не работающих. Только вера в людей, в то, что у них есть страны, правительства, армии, законы, что у них есть какие-то мифические права и обязанности, позволяют нескольким жалким энергетическим сущностям держать все человечество в жалком рабстве и полном мороке. То есть люди все время верят, что где-то существует какая-то правда, которая на самом деле, как я сказал, в каждой стране, у каждого человека, у каждой группы населения эта правда своя. Но любая эта правда вступает в противоречие с правдой других. Простое правило волшебника. Противоречия не существует. Там, где есть противоречия, там всегда только... И с той, и с другой стороны существует только ложь. Ложь и муть, не имеющие в реальности никакого значения. В результате на поток поставлены ритуальный каннибализм в храмах, войны, эпидемии, голод, нищета духовная и нищета реальная. Я подчеркиваю, нищета духовная, а самое главное, нищета реальная. Идет постоянная сжатва, я подчеркиваю, гибнущих под властью морока душ. А именно, духовные страдания, наделенных искрой создателей людей и есть их основная пища. Именно благодаря этой тотальной лжи и осуществляется политика геноцида и ведутся не имеющие никаких причин войны. Простой пример, даже когда вы просто опускаете ребенка в купель, и он кричит, заходя с криком, потому что его душа, только что рожденная, не сформировала, что протестует против сатанистского обряда крещения, уже с каждого такого крика нечисть получает еду. Именно, я еще раз подчеркиваю, благодаря этой тотальной лжи и осуществляется политика геноцида, ведутся не имеющие никаких причин войны. Прочнее, ни у какой войны никогда не было никакой причины. Когда люди занимаются самоуничтожением, и думают при этом, что они сражаются за некие идеалы, за призрачные границы, за каких-то вождей, за каких-то президентов, за какие-то конституции, за нелепые цветные флажки так называемых государственных флагов, рабы сражаются с такими жалкими, обманутыми рабами за свободу, которой у них никогда не было. Одни думают, что к ним пришли их убивать, другие думают, что они защищаются, третьи думают, а те, которые нападают, думают, что они несут со своими штыками свободу. То есть, все это скопище обманутых безумцев, которых просто заставили. Многие, большая часть, 99% из них не хотят идти в строй, но боятся обратить свое оружие против того, кто их поставил в этот строй. Хотя это наиболее простой и наиболее логичный выбор. Они сражаются за какие-то призрачные дома, которыми в реальности не владеют, за землю, давно удобренную кровью таких же обманутых рабов, своих предков. Причем вся история построена так. Вот они сами же верят, что вот были люди, жили, были у них имущества, были у них какие-то предприятия свои, своя земля, свои фермы, свои коровы, как они считали, свои поля, свои инструменты, которые они работали. Сапожник сидел в своей мастерской, думал, что у него есть сапожная мастерская своя. Ну вот, как по щелчку пальца достаточно, вот просто произвести нечисти, какие-либо изменения. И все эти владения превращаются в ничто, в воздух, дым. Независимо от степени состояния, был ли тут промышленник с владеющей огромными предприятиями или купец, владеющий торговыми рядами. Либо это просто был крепкий крестьянин, стоящий на ногах, у которого была пара лошадей и две-три коровы и кусок земли. Не имея значения, просто по щелчку пальца они потеряли все. Сразу же. Но каждый из них же был совершенно уверен. То, что он надежно защищен законом, правом, что у него есть права на эту землю, на эти заводы, на эти фабрики, на эту сапожную мастерскую, на эту булочную. Он думал, он был умен, что это его. Он был вас убежден. И вот люди никак не могут понять, что на самом деле у них ничего нет. Что это все обман, вас обман. Вам дают, говорят, вот, поиграй. Это твое. Ну, точно так же потом легко приходят и все забирают. Тогда, когда им надо. Система обмана примитивна и нелепа, но она работает. Ее в основе лежит внедренная с детства беспомощность перед властью, у которой на самом деле реально никаких сил нет. И стадный инстинкт, который заставляет людей действовать по принципу, как все, так и я. Что мне больше всех надо и так далее, и так далее. На канале все это есть и все подробно изложено во множестве роликов. Вопросы задавать не надо. Надо просто сесть и поставить ролики на соответствующую тематику. И только потом вступать в дискуссию с автором. Сначала посмотрите, послушайте, подумайте. А потом подумайте, есть ли у вас на самом деле что-либо сказать в противовес. Есть ли у вас на самом деле реально именно ваше мнение, а не стереотип, который вы, скажем, прочли в отвратительном учебнике истории или в каких-то романах, в книжках каких-то, которые вы прочитали когда-то по школьной программе. То есть, все, что там написано, все всегда только ложь. Друзья, в ролике, который вышел в четверг, я показал фото новых фигурок, которые появились на крыше исторического музея в Москве. Но специально не стал развивать эту тему. Только несколько подписчиков смогли внимательно их рассмотреть, стряхнув морок. Это не ваша вина, это просто показывает силу морока. А ведь это очень важно, то, что я показал, то, что мне прислали. Александр из Нью-Йорка, через следую, регулярно вам зачитываю, на втором канале написал. Марат, ваш подписчик прислал фото уникальное. Единорог больше не нацепи и сцепился со львом. И очень похоже, что очень тяжело его ранил, но пока не убил. Может рассмотреть версию, что в королевском дворе и есть материализованные верховные сущности. Яхве, кажется, нас покинул, остался еще один. Сущности как-то должны общаться и рассказать друг другу о реальном положении дел на физическом плане. И показывать это подданным своим же. Сейчас идет борьба не между тварями, а твари бьют. И затеящее с пандемией вызвано тем, что подданные пока ожидают окончания разборок между тварями и богами. Чтобы потом примкнуть к победившей стороне. Возможно, на духовном плане происходит некая битва, о которой мы ничего не знаем пока и твари проигрывают. Правда, надо отдать должность, что они проигрывают только одно небольшое сражение за другим. Но победа в войне может быть достигнутой просто победой в одном генеральном сражении. В играх хоть сто мелких стычек, но если мы проиграем одно большое сражение, вот тогда все. Далее он пишет. Камила, сущность в ней, и не стала хозяйкой Америки. И тут все стихло пока. Королева ушла неожиданно для всех, не дождавшись чего-то. Карл вот еще никак почему-то не становится королем короновым. Хотя пора, или королем может быть только Яхве. А его нет. Прикольно будет, если он кажется от трона в пользу Ульяма. Тогда поверите в сны мои. Все дело в том, что у Александра, который делает огромную работу, морок почти прошел. Но все дело в том, что он имеет оковы на своей душе по причине классического советского высшего образования и научной работы. В материне же есть очень тяжелая форма. Фома, заболевание разума, в результате длительного воздействия морока на душу. Но тем не менее, он четко написал очень важное замечание. Единорог поражает британского Левушку, который явно обречен. Запомните эту фразу и запомните этот день. Воскресенье 11 декабря. Друзья, в конце ролика я вам покажу, что на самом деле праздновали наши предки. В период с 21 декабря по 6 января. Расскажу об этом и вам будет очень интересно. Надеюсь, это все-таки поможет вам частично страхнуть себя морок. Но здесь надо очень хорошо понимать, что на самом деле владыка, владеющий силой сгусток тьмы, чистый, хаоса, наделенный своим разумом, чужой абсолютно нам. Он находится в данный момент в городе Минск, в теле Николая Александровича. Поэтому, естественно, что ни у Карла, ни у Уильяма, ни у королевы никакой власти в Букингемском дворце или Вестмирском аббатстве нигде нет. В Лондоне у них власти нет. Но пойдем по порядку. Нечто обязано в символах, в своих речах и в текстах обязательно давать картину реального состояния дел. Единорог же у нас, если мы посмотрим, то это символ Шотландии. Это все, что осталось от тех гордых горцев, которые потеряли практически саму суть своей идентичности. Они потеряли все и им оставили в виде жалкой подачки только волынку, юбку и виски. Жесткая зачистка Шотландии была произведена в период с 1816 по 1848 год. Бои в Шотландии шли практически одновременно с боями на юге Ниньношней России. Там нечисти удалось в Шотландии вырезать всех мужчин, как, впрочем, и Ирландии, и запихнуть детей в миссионерские приюты. Правда, любви к Лондону у этих детей привить так и не получилось. Теперь задайте себе простой вопрос. С какой стати Единорог Шотландии, Шотландский или Шотландии, поражает своим рогом Британского льва на башне, внимание, Исторического музея России? Друзья, мне очень хотелось бы услышать ваше мнение. В четверг я озвучу самые интересные версии. Ну, а теперь к письму Александра вернемся. Камила, о которой он говорил, это вице-президент, якобы. Высшая ракшаска и вице-президент несуществующего государства США. Я уже говорил, что кто такие ракшасы как-то. И никак не может утвердить себя на вершине виртуальной пирамиды власти. В этой, так якобы, звездно-полосатой стране. Как понимаете, убрать виртуального бай-бай Америка очень легко. Никто даже не удивится. Ну, помер старенький смешной нелепый дурачок, туда ему и дорога. Дело все в том, что сама по себе официальная конструкция этого псевдо-государства уже никому не нужна. С ней делают то, что делали с СССР, начиная с эпохи. Микитки-безумца с его кукурузиной в причинном месте. Но тогда система виртуальности власти еще не работала. Сейчас работает система виртуальной власти. Потому что реальная власть находится, на самом деле, в руках тех, кто организует виртуальную демонстрацию власти. То есть сегодня миром реально управляют безумцы, которые наводнили все СМИ мира. И которые получают такие инструкции с единого центра, которые они и выполняют. Власть только там. Дело все в том, еще раз повторяю, что официальная конструкция этого псевдо-государства уже совершенно никому не нужна. Постепенно, например, разрушая образ СССР, начиная с Микитки-безумца, они дело довели до полного развала этой структуры. И потом в конце выпустили позорного Бориску Паганного. А после образ русского образованного и высококультурного человека был топтан в грязь олигархами, просто разбогатевшим жильем и даже людьми массовыми, со средними, совсем нечистыми доходами, которые гадили везде, где могли, носясь по всему миру, подобно стаду безумных поросят, которые срут и жрут одновременно в одной и той же миске. Похоже, они были на спущенных с цепи собак. Это реально было такое впечатление, что каких-то бешеных собак, молодых, дурных, спустились с цепи и получили они свободу, которых никогда никто не учил правилам, так сказать, поведения нормального, которые носятся повсюду, отмечаясь у каждого столбика по принципу «здесь был Вася». Вы знаете, обезумевшие дворняжки, молодые, скупая блестящий мусор и платят дикие для того же европейца деньги, не за необходимые на самом деле им вещи, а за этикетки. Платили деньги за и платят, и до сих пор платят за этикетки. Дами, обвешенные золотом, выгребали из бутиков кучу текстиля от этого конца вешалки до того, не торгуясь и при этом постоянно матерясь и оскорбляя персонал. Причем вид у них был такой, как будто у них вокруг весь мир состоит из мусора, у них под ногами, хотя они сами являлись эталоном этого самого мусора. При этом для того же жителя Мадрида или Генуи не было разницы, кто это в реальности. Казах, прибат, грузин или житель Львова, все они были и если будут для него русскими. И кроме омерзения и презрения у него никаких других эмоций не вызывали. Ну как относиться к человеку, который приходит, не здрасте, не до свидания, стоит за стол, заказывает, тыкая пальцем, не в то, что он хочет поесть, а в самый высокий ценник, потому что он ничего в меню не понимает. Заказ самое дорогое вино. Потом, когда ему приносят счет, он платит карточкой, и сверху на стол еще призрительно бросает этому официанту, как собаке, привезет такую же сумму, которая указана в счете, если не выше, и уходит с таким выдом, пьяно шатаясь и крича, да чего же мерзкая эта Европа, ни пожрать, ни выпить, приличенному человеку негде. Эмоции какие могут быть у этого самого официанта, и у других посетителей, которые привыкли ходить, скажем, в это заведение, ходили в течение 20 лет, а может их и папа, и мама, и дедушки, и бабушки ходили в этот ресторанчик и кушали там. Нечто очень хорошо знало, что делает, когда позволяло бывшим чиновникам, бывшим или настоящим ментам, правильным пацанам, махровым мошенникам, ворам на доверие и прочему мусору сделать состояние за немыслимо короткий срок. Воросту сырья, экспорт продукции огромной индустрии СССР, которую они создавали, грабеж армии, воросту из музеев, расхищение национальных фондов, имущество СССР, разбросанного по всему миру, стали новым бизнесом. Всех 15 республик без исключения, я почувствую, всех 15 республик без исключения. Это стал такой бизнес, это стало теперь деловой хваткой проявить, деловую хватку, то есть украсть как можно больше и тут же немедленно уехать на ривьеру, прожигать эти деньги. Правда, в одной только республике, в Туркменистане, появился такой Сапа-Мурат, который просто стал ханом, с беспредельной властью, и где слепленные из верблюжьего навоза слуги в ног его могли воровать чуть-чуть и очень-очень осторожно. Суть, в конце концов, не в этом, а в том, что наиболее сильные страны западной демократии немедленно, но не слишком быстро пошли по этому же позорному пути. Быстрого разрушения принципов хотя бы видимого суверенитета и много десятилетий нерушимого величия в глазах всего остального мира. Выброшены на политическую сцену мира обезьянки, вроде Обамки Жвачного, Аладушка Французского, Шута Бориса, Бориса, Дракончика Итальянского. В конец опозорили свое царство государства. Уж появление во главе ЕС, европейской комиссии, этой самой, гинеколога со стажем, а во главе Британии индуса, правоверного, окончательно поставили тяжелый могильный камень на образе великого европейского рая и на образе великого европейца. То есть европейца белого человека перестали уважать. К нему стали относиться с презрением, с ненавистью и смотреть на него только с одной стороны, как на дойную ленивую корову, которую можно таить, общипывать. А если что, забить на мясо. Это очень простое отношение, естественное, когда появляется такой президент у Соединенных Штатов, как Барабамка, потом Трамп-пам-пам вообще смешнючий, и потом еще вообще полный придурок. Это все веют, они же люди, которые сидят в той же Африке, в Азии, в Латинской Америке, они ведь верят, что это действительно президент этой страны, что он властью обладает. Я не понимаю, какие же эти американцы уроды, если они терпят такого президента. Как будет относиться, например, ну, скажем, очень фанатичный религиозный человек, в том же Марокко, Лжире или Мавритании, когда ему говорят, что вот женщина-гинеколог стала председателем Европейской комиссии. Что он думает, спрошу я вас. Прошай, говорить просто не приходится. Став на колени перед теми, чьи жизни важнее всего в мире, и принял в виде награды нелепое явление чучела позорного места президента, белые американцы сами прыгнули в выгребную яму истории. Они просто привязали к своим ногам все свои собственные принципы и прыгнули туда, в выгребную яму. И надев ногу на шею себе такой тяжкий груз в виде толерантности. И прыгнули в выгребную яму истории и стали жадно хлебать ее содержимое, причемокивая от удовольствия при этом. Мне тут пишут, что они, некоторые американцы, там жадно, я тоже думал, что там действительно есть еще в провинции где-то, в глубинке настоящие американцы, вооруженные, белые, храбрые, гордые. Да. Что они до сих пор жадно раскупают стволы и патроны. Это, конечно, здорово сидеть в испражнениях тех, чьи жизни важны, и в собственных нечистотах со стволом в руке и ждать, когда призраки генералов Юга начнут их строить под свои знамена, пробитые молью. Такие парадные ковбойни чем не отличаются от позорных французских виноградных улиток. Парадокс нынешнего состояния Евросоюза показывает полную лживость всей его структуры. Так глава МИД Венгрии прямо заявил, вот буквально на днях. Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось внимание, что мы были правы, говорит глава МИД Венгрии. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям. Заметим, Венгрия готовится к серьезным нападениям со стороны Брюсселя. Это говорит Сейярто, министр иностранных дел в Венгрии, выступая на форме гражданской солидарности. Министр выразил уверенность, что Брюссель и международная либеральная машина пропаганды, заметим, международная либеральная машина пропаганды, будут неразборчивы в средствах. То есть он заранее уверен, что они будут нечисты на руку, и неразборчивы в средствах. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейковой лжи, все это последует. Твердо убежден в этом министр. Заметим простую вещь. Фактически глава МИД одной из стран Евросоюза открыто обвинил в Еврокомиссию, а соответственно ее главу, Европейский Центральный Банк, Европейский Парламент в чем? В тяжких уголовных преступлениях. Я подчеркиваю, это все ученый сказал, это тяжкие уголовные преступления в любой стране. Денежный шантаж, это очень тяжелые преступления, караемые длительным сроком заключения во всех странах ЕС. Во Франции есть минимальный срок, по-моему, 10 лет. Политический шантаж, это государственное преступление во всех странах. Там, по-моему, срок начинается вообще от 15 лет. Распространение фейковой лжи государств и ее лидерах тоже, естественно, стопроцентный криминал. А тем более, когда эти, если это ложь, распространяют, и фейки распространяют официальные властью, якобы облеченные личности. И что дальше, спрошу я вас? А я отвечу, а ничего и не будет. Вообще, надо в некотором роде, отличенное от жесткого материализма, специально внедренного тварями в общетрынятый обиход для широких масс, через подлость школы и высшего образования. Отличиться от этого надо жестко. Отличиться и начинать думать. Я говорил, что, например, вам, что в Кремле сидит явный умрун. И большинство, наверное, воспринимает это как, скажем, нечто такое, ну, скажем, вроде шутки или, знаете, преувеличения какого-то. На самом деле там сидит явный умрун. Это, конечно, не глупая кукла по имени Крошка-Пу. Кто это, нам не показывает. Но вот в его окружении есть уйма упырей мелких и злобных. Тьма упырей вокруг. Кто такой упырь? В сказаниях наших предков южных и западных русов упырь – это живой или мертвый черный колдун, который не только высасывает кровь из людей, но еще и поедает людскую плоть. И такие упыри клубятся в любой из 15 столиц государств, так называемых, бывших 15 республик, а также во всех странах Евросоюза. Они специально расплодились. Понимаете, как всякое дрянь в навозе благодатно себя чувствует. Я еще раз повторяю, это живой или мертвый мелкий колдун, черный, который не только высасывает кровь из людей, но еще и поедает людскую плоть. И это совсем не шутка. Одно главное различие между, так называемым, между умруном и упырем, также заключается в том, что упырь обязательно был убит неестественной смертью. Или у него изъяли душу насильственно, и он обязательно живет, то есть его суть, сама черная суть, тьма, заключенная в упыре, она большей частью времени живет на кладбище. Большая часть современных соборов и храмовых комплексов Европы в центрах их столицы, в том числе и Москва, места, и Киев, конечно, места хранения этих мертвяков, которые, тем не менее, могут принимать личину живого человека. Самое страшное место в Киеве, знаете, какое? Киево-Печорская лавра, там их, этих упырей тел, хранится немереное количество. В Москве таких упырей хранится под тем же собором Василия Блаженного. Во всех этих самых монастырях великое-про-великое множество. И вот их не сущности, они как бы занимают тела, из которых высосано, остается оболочка. И там эту оболочку занимают и живут. Например, при очень часто в сказках навещали своих живых родственников после своей смерти согласно преданиям. Ну, вы посмотрите, они до сих пор продолжают навещать, появляться. Посмотрите на ту же Малушу. Это же одно из воплощений Троцкого, чистейшей воды. Посмотрите, на кого похож Навальный, я как-то показывал. Упыри, они, еще раз повторюсь, либо навещают своих живых родственников, либо сами принимают их внешний вид. То есть, упырь фактически неупокоенный мертвяк. Неупокоенный он не на физическом плане, а на, скажем так, тонком плане, астральном плане, это неупокоенный мертвяк. Наделенный злой волшебой низшего уровня. Понятие колдовское связано с пониманием этого термина. Это более низшее, менее сильное, чем умрун существо, потому что умрун хозяин кладбища. Существо более всего близкое к низшим демонам хаоса. Но это не демоны хаоса. А хаотичного демона, в отличие от вампира, куда легче развоплотить и уничтожить, в принципе. На самом деле, это тот же самый простой низший вампир. Они показывают про себя, даже снимают восхищение вызывающие фильмы. Показывают, какие они крутые, как они на самом деле управляют и крутят и вертят этими людишками. Таких фильмов очень много. Они показывают сами себя, они гордятся тем, они гордятся своими хозяинами, высшими вампирами. Но они все существуют до тех пор, пока существуют высшие сущности, которых совсем немного. Классический пример все переродившиеся политики в любом государстве. У них не осталось ничего, кроме постоянной жажды крови и плоти своих жертв. Вот классический пример, например, зеленка. Они примитивны, неуклюжи часто бывали. Чем старше становятся, тем более примитивно себя ведет, потому что старение тела они остановить не могут. Они постоянно жаждут крови и плоти своих жертв. Идеальный пример Черномырдин или дедушка Зюзю в Москве. 9 из 10 депутатов любого парламента мира, кратко живущие упыли или низшие вампиры. А остальные более сильные из них, куда более разумные, могут создавать видимость условной разумности и более или менее связанно выражать свои, вернее, внушенные им тьмой мысли и приказы. Есть еще такие очарователи тьмы, голосистые, практически высшие, наделенные голосом, завлекающим и извлекающим ложь и морок, наводящие, классический пример в России был такой джиновский, в Германии есть такая сарочка говорливая в парламенте, а неумело подвешивают зрителей на крючок постоянного повышенного внимания. Когда-то создатель фильма ужасов Альфред Хитчхок запустил в оборот термин саспенс, неизвестность будущего и постоянная угроза неизвестность будущего и постоянная угроза например будь то уханька, будь то война или голод отличные инструменты постоянного поддержания стада в состоянии близком к паническому ужасу. При этом нужно постоянно менять фактор наличия причины для панического страха. Многие спрашивают ну вот попугали уханька и всего и что же дальше где же это самое умирающее на каждой буву? Ну смею вас заверить этот мировой Фредди уханька все непременно вернется он уже начал возвращаться речь и всегда идет простановительно кратковременное ожидание люди мыслят кратковременно очень если они могут они все время ведут себя как этот жилой при старании который требует чтобы ему немедленно принесли заказанный бештекс но если ему принесут бештекс это немедленно то ему просто принесут сырой кусок мяса потому что на приготовление бештекса повар шеф-повар нужно время точно так же вот эти не терпевые кричат ну где твой создатель где твой палач дайте нам быстро палача немедленно почему они до сих пор почему идет чемпионат мира по футболу почему там еще что-то идет они не понимают что все на этой кухне происходит и происходит очень быстро но не так быстро как они думают на все нужно определенное время если потенциальные угрозы неизвестность растянуть на большое время одно и то же например как уханьку на длительный срок это уже никакой не саспенс а совсем глупая пустышка даже самый испуганный пескарь перестанет прятаться в своей норке нельзя все время говорить про щуку а ему не показывать эту щуку короче говорят чрезмерно растягивать ожидание зрителя испуганного хомячка никак нельзя а то он этот зритель заскучает и драматическое напряжение упадет до нуля вы посмотрите шоу которое показывается по телевидению во всех странах ну там в России там Соловьев я не знаю там и так далее то есть все время надо держать зрителя напряжение страхи в ужасе страх исчезает и вся работа пойдет на сморку при этом зрителю надо все время внушать надежду такую надежда это очень глупое чувство ее надо все время внушать зрителю чтобы потом все будет хорошо вот завтра возьмем киеву все будет отлично все составляющие этой примитивной схемы давно известны в недрах любой киностудии потому что фактически все происходит в киностудиях залах где снимают снимают войну снимают голод снимают холод снимают эти самые потоки северные которых нигде нет и черноморские потоки которых нигде нет все время что-нибудь снимают снимают и показывают снимают и показывают вот мне из Мурманска через зрителю прислали письмо очень интересно там письмо я его потом может подробнее расписать но факт остается фактом через Мурманска идет огромное количество отгружается сырья угля очередь на корабли которые грузят но при этом кораблям рыбаков в Мурманске не дают квоты ловить рыбу почему потому что если корабли будут провозить рыбу значит у людей будет еда корабли стоят в порту владельцы кораблей терпят они же терпилы они терпят потому что у них нет квоты а при этом никто не станет не скажет а где же санкции какие санкции вы же день и ночь везете вы же деньги получать не можете оттуда ведь запрет полный нет все тишина все хорошо всех все устраивает когда жертву устраивает каким способом ее убивают кто же эту жертву будет жалеть я сейчас все составляющие это примитивные схемы давно известны любой киностудии крупной меры первое это страх б неопределенность и непонимание и третье это любопытство причем последнее здесь ключевая составляющая любопытство без которой сюжет не будет никак двигаться куда-то дальше поэтому на смену Ханки приходит война и подлая Россия во главе с Людей Дэдампу в результате возникает нарисованный энергетический голод и холод при этом все уже забыли что именно этот непобедимый Ханька привел к развалу этого самого глобального рынка а вот война позволила добить агросектор и промышленность Европы я уже говорил что например с большим сожалением правительства Голландия объявила о том что они закрывают все фермы все сельское производство своей страны закрывают потому что бабочки из-за этих коров плохо плодятся черт побери и мухи плохо мух много очень от навоза и углекислый газ валом валит поэтому они со скорбью обливаются в сердцах обливаются кровью но они вынуждены уничтожить агросектор и ланцы сидят спокойно так ведь в магазине пока еще кусок мяса купить можно а вот когда не будет куска мяса тогда уже снявши голову как говорится по волосам не плачут тогда уже будет плозно плакать не метаться голод третий всадник он вооружен и очень опасен и он очень был илезок к состоянию голода всем упырям потому что они живут в вечном состоянии вечного голода в своем произведении каринская невеста геот и писал полночь бьет и взор доселе хладный заблистал лицо оживлено и уста бесцветные пьют жадно с темной кровью схожей вино геот Маску уподобляется чёрту, дьявольскому отродью. Надевший лечебную намордник уподобляется чёрту, дьявольскому отродью. Врагу же одеться от людей, от создателя отречься. Надевший маску на святки должен очиститься в ледяной воде. Только нам всё извратили, нам потом всё это совсем по-другому стали приносить. Сейчас я вас очень удивлю, я вам расскажу, как на самом деле было. Переряживание в целом расценивалось как основание для контакта с нечеловеческим миром. Намордник маска напоминает куклу, которая часто принимается как место возможного обитания нечистиков, нечистой силы. Как вы понимаете, очищение для намордник, добровольно надевшего, то есть принявшего лечину, было физически, фактически смертным приговором на самом деле. А сейчас нам рассказывают про крещенские купания. Очиститься можно было только сигану в прорубь и продержавшись в ней 180 ударов в сердце ведуна. Праздник велесовых святок наступает зимой, после Дня Коляды. Велесовые святки разделяются на большие и малые. Большие велесовые святки продолжаются 12 ночей. Я подчёркиваю, 12 ночей. Малые двое короче, всего 6 ночей. Традиционно велесовые святки – время для проведения магических обрядов и гаданий. Я ещё вам потом расскажу, что означало слово «велес» и что за этим словом стояло, вернее, кто стоял. Обряды на большие и малые святки различаются так же, как и другие традиции этих, как сегодня говорят, праздников. На самом деле это были не столько праздники, сколько управление стихийными силами, потому что даже самый слабый из жителей так или иначе был связан с стихиями. Нам сегодня говорят, что традиции этих праздников сохраняются общей традицией почитания возрождения Ярилы. Что в принципе понятно, только... Это праздник, скажем так, мы знаем, что он означает. И святки на самом деле начинаются с 25 декабря и идут по 6 января в этом отражении. В этом случае дни Велесовых святок считаются от праздника Каляды. Каляды или Калядка приходят на самую длинную ночь года с 21 на 22 декабря. Но в эту ночь празднуют только волхвы. Они не праздновали волхвы на самом деле. Они трудились. Это самая длинная и самая тяжелая ночь. И по всему миру тогда происходили попытки прорыва нечисти. Они всегда проходят. Тьма пытается прорваться к свету, используя время, когда у нее больше всего сил. Только волхвы могли в эту ночь выйти из помещения под открытое небо, используя силу свою для проверки охраняемых ими границ мироздания. Я подчеркиваю, охраняемых ими границ мироздания. Каждый. Волхвы это был страж. Обычные жители празднуют, начинают выходить на улицу только с 21 декабря. То есть они с 21 по 25 декабря не выходили в этот период из дома. И они празднуют именно окончание этого такого добровольного затворничества. Они как вас сегодня на самом деле дурят, говоря, что Велесовые святки начинаются с 6 января. 6 января – это последний день Велесовых святок, а не первый. Как вам сегодня пишут все прокаженные по разуму славянофилы. То есть 6 января, по поверьям, НАВИ уже перестают ходить по земле. И наступает время ввода Кресса. И это вот именно поэтому, вот эти 12 ночей, когда еще НАВИ могут ходить по миру. До 6 января. А что же такое, спрошу я вас, Вода Кресс? Услово Вода Кресс – корень Кресс. Вода – это понятно. Прежде всего, это слово на самом деле означает Огонь негасимый. Помните такое слово, Общеупотребленное даже в сказках – крысало? А крысало – это инструмент добычи огня. Но не просто огня, А чередейский крес – огонь против всякой нечисти. Посмотрите, как сейчас подхватят и начнут таскать по всему интернету, то, что я сейчас говорю, как тузик-мочалку. Таким огнем овладеют большие велесовы святки. Особое время – это в мире Амбера, когда стираются, очень утончаются границы между мирами. Три мира, в этот момент, владеющие силой держат эти границы, чтобы три мира не сомкнулись, чтобы явно не сомкнулось с Навью. Потому что в это время по улицам жилых вессий и городу прорываются и ходят духи. Духи предков, ушедшие в Навь. То есть те, которые покинули физическое тело, прошли обряд праздника, потому что, когда умирал человек, то есть покидал физическое тело, это был большой праздник, потому что все знали, что его душа переродилась и вознеслась на новый уровень развития, творческого развития. Когда в физическом теле находилась творческая душа, человек творил, не важно, что он творил, он творил, он создавал. Дальше пред ним открывается простор, в зависимости от того, насколько он обладал силами, он дальше тоже перерождает все равно, потому что его душа – это частица Создателя. Создатель состоит из огромного количества таких маленьких сгустков света, именуем, искрой Создателя или душой Создателя. Они исполнили свое предназначение, и это большая радость была. Они знали заранее, когда они уйдут. И вот они в это время могут, если захотят, помочь, подсказать. К ним обращались в то время, гадая, то есть задавали им вопросы. Но это был сложный такой процесс, потому что люди, обладающие очень малыми силами, они могли слышать ложь, так как есть навьи, шеликуны, святочницы и другие злые духи мелкие. В это время происходят прорывы слух, тьмы, хаоса. Детей хаоса от них стараются оградиться. Владеющих силой стихии Креса, огня священного, отобраны лучшие ученики, то есть те лучшие ученики, которые владеют силой стихийного огня, надевали на себя личиноряженных, то есть, что есть тяжкий поступок, в принципе, подле себя очерчивают защитный круг углем из чистого дерева полученным. Но они как бы принимают на себя удар вот этих всех темных сил. На святое застолье в дома приходят вот эти ряженые. И отобранные владеющим силой, они ученики его, их специально отбирали на это. Светом силы наделенные ряженые. Ряженые ходили, откуда пошло слово артель. Артель ряженых, несколько человек. Чаще всего несколько ряженых они могли вести главного участника представления. Обычно этот дел был уже обладающий достаточной силой ведун. И называлось, так сказать, вести козу водить, медведя водить, покойника водить. Ряжены заходили в ночь в несколько изб, где собиралась молодежь. Но делали это очень и очень редко. Это стали делать намного позже, когда изобразили суть своего самого праздника. На большей обелясовой святке часто рядились с покойника, символически изображая души, пришедшие из мира Нави. Но это вообще считалось развлечением опасным, если выходила из-под контроля ведуна, так как при порыве тьмы она могла создать образы ряженых фальшивые и проникнуть в дома. Поэтому ряженые ходили в основном только днем. И за час до заката сбрасывали свои наряды. Вот отсюда и пошли современные лживые символы, начиная от символа креста. Нам подменили все, что могли и навели морок великий. Так как 22 декабря приходил каляда, не надо забывать, что сутки в Амбере при этом длятся 36 наших часов. Это нормальный биологический ритм для потомков выходцев из Амбера. Но об этом, друзья, сегодня нет особого смысла говорить, поговорим об этом потом, потому что это в настоящий момент не имеет никакого практического значения. Я вас благодарю всех за внимание и в конце, как всегда, немного поэзии. Друзья, сегодня я прочту стихотворение, которое написано тогда, когда еще не было у нас времен столь подлых и печальных, как те, в которых мы сейчас живем. Оно отличает вас и навеет, может быть, многим из вас приятные воспоминания. Стихотворение называется «Гончар». Слушайте. Как мунет гончар сырую глину, сквозь бархат кожи тело мял, и каждый мускул освещал, с тобой слит наполовину, закат сгорал, закат сгорал. Тебя хотел я переделать и изменить, как голотей и мара-мар тело, сполна вкусить, сполна вкусить, углы все сглаживаясь смело, как пекарь, что вминает тесто в свой гладкий стол. Тебя я вдавливал в простор, где нет другой рабыни места. Мой приговор, мой приговор. Да, я хотел, но кто же может мир как захочется менять? И кто тебе и мне поможет из сказки женщин воять? Слияние тел всегда вторично, у разума есть масса, нет, мораль, привычки, запрет на все, что делать неприлично. Порочен свет, порочен свет. Сгакат сгорел, ты так хотела. Вернуться в старое свое, мной переделанное тело, гончар, я знаю, ремесло. Из глины, из начальной пены, из сказок, из чужих зрачков, и просто из моих стихов, такое трепетное тело. Жизнь без оков, жизнь без оков. Плеча изгиб, бедра движенья, соска дразнящая пятно, и губ искусственных горенья, и взгляд пьянящий, как вино. Не важно, что за темной шторой сгорел закат, сгорел закат. Не важно, что череда утрат под ребра загоняет шпоры, и бис кричат, и бис кричат. Благодарю вас всех за внимание, надеюсь, что вам эта стихотворь понравилась, ну, а кому не понравилась, не обессудьте, в следующий раз будет что-нибудь другое. Всем вам приятного времени суток, и до следующей встречи в четверг.